Приветище! Мы находимся в Person Bros VR, точнее не брос, а просто босс. Мы в прошлый раз бежали с этой тюремки, маленькой такой вот, небольшой, получили медную медаль за побег с этой тюрьмы. Теперь предлагаю позадить этого маленького чувачка вот в эту башню. Тюрьма номер два. Попробуем избежать с неё. Среда, 22 день лета. Первый день в тюрьме. Ну вот, мы снова очутились за решёткой. Добро пожаловать в нашу дыру! О, спасибо, спасибо. Ну вот мы и остались наедине с собой. Давай осмотрим нашу кабинку. Хей, кабинку. Какая она кабинка? О, у нас окно есть. Там день, я солнце вижу. Обалдеть, у нас в прошлой камере такого не было. Табак есть, три листочка. Ммм, неплохо. О, мусорка! Мусорка у меня есть, своя собственная мусорка. Обалдеть, теперь есть куда ходить в туалет. Хоть какое-то место. А то в прошлой тюряге приходилось всё по щелям расталкивать. Значит так, корзиночка моя. Поставлю я тебя сюда. Блин, почему корзиночка? Это же ведро, полноценное ведро. Что ещё у нас здесь есть? Конечно, окошечко. Это просто лохари. Можно даже сказать, люкс среди камер. Не, не потянусь. Хотел посмотреть, что там. Ого, смотри. Тайник. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Куснул меня кто-то. Гадёниш. Наверное, сосед с другой камеры. Подумал, что ему хавчик проталкивает и куснул. Совсем пацана не кормит. Ого, у меня тут что, бабки что ли есть? Ага, размечтался. А я-то думал, вот эта зелёнькая штука, эта денюжка торчит. Ну что ж, дамы и господа, это был шоурум-обзор по моей камере. С шикарнейшей решёткой и дверью. Которые меня, собственно, здесь не удержат. Если тебе понравился мой обзор, то с тебя лайкос и подписочка, если ты ещё не подписан. Блин, огромная тюряга такая, слушай. Вся из камня. Не то, что та кирпичная. Так, ну чё, чё, чё. Я думаю, что надо приступать разворачивать свой бизнес. Первая ночь в новой тюрьме, как обычно, была сложная. Мне пришлось крутить сигареты. По старинке. Чтобы получить хоть какие-то копейки. Выяснил очень полезную деталь. Оказывается, тюрьма гораздо больше, чем выглядит за клеткой. Я просунул свою голову через маленькое отверстие в решётках. И начал осматриваться. Слева я увидел коридор, который осматривает надзиратель. Скорее всего, там западное крыло тюрьмы. Попытавшись ещё немножечко вылезти за решётки, я заметил, что за моей камерой идёт дорожка, по которой обходят надзиратели. И это я тебе могу сказать чертовски плохо, потому что когда они заходят за мою камеру, я их не вижу и не могу предположить, когда они будут возле меня. Поэтому бздеть я здесь буду в два раза больше, чем в прошлой тюрьме. Выяснил, что ведро гораздо полезнее для прятания своей контрабанды, нежели использовать как туалет. Поскольку сигарет меня бесили и я их ненавижу в принципе, пришлось разориться и купить себе карандаш. Добро пожаловать, добро пожаловать на мои вечерние писюльки, точнее ночные. Сегодня мы будем писать сочинения на тему, что я видел в душе. А видел я там многое, а именно спины волосатых мужиков, ну и конечно же вспоминал о Любке. Да, в тюрьме особо фантазии не разгуляются, поэтому, чтобы написать какое-нибудь романтическое письмо для своих коллег в цеху, приходилось писать либо то, что ты видишь, либо то, что у тебя было в жизни. Но в жизни, как ты понимаешь, у меня были проблемы с карандашами, чтоб тебя не пишет ни черта. Наверное, бумага замаслилась. Даже карандаш не берет. Жовная бумага, блин, сейчас же надзиратели уже будут выходить. А у меня еще роман, тут не написан. Рома, Рома, Роман, надзиратели пошли. Давай, быстрее. Времени мало. О, пошло по жирненькому, что-то вырисовывается. Он же близко. Исчадие праведности меня скоро настигнет. А мой карандаш есть! Есть еще один чувак в душе. Нарисовали его, все. Тырим все в корзину. Это мусор. Ууу, как он близко-то, блин, вот это я успел. Утром ко мне прибежал бро. Я на самом деле удивился, когда увидел его в первый день, потому что он и здесь тоже. Видимо, он подрабатывает на две тюрьмы. Пришло время подзаработать и продать свои романы. А именно, романтические письма. Благо, за ночь я их накатал прилично. Целых шесть писем. Правда, как ты уже понял, с фантазией у меня беда, и они были все друг на друга похожи, потому что я списывал с другого листка, который я написал ранее. Ну, в общем, я выживал как мог. Благодаря своих романов, я поднял репутацию. Мне начали носить подарки. И я был дико счастлив. Мне и в прошлой тюрьме таскали подарки, но здесь было в два раза приятнее. И в первой коробке мне попалась инструкция по изготовлению кальяна. Ты не представляешь, как я предвкушал. Я хотел посмотреть сразу же эту инструкцию, но пришлось отложить, потому что нужно было открывать следующие коробки. Следующая коробка была не настолько интересна, как первая. Ну, подумаешь, с ростом репутации тебе будут больше поставлять табака. Ну, что здесь такого? Ну, такое себе. Третья коробка просто бомбанула. Кран с водичкой. Ох, балуют меня. Ну, четвертая коробка. Тумбочка с ящиками. Не очень, не очень, но полезно. Для распихивания контрабанды. И последняя коробка. Мне попалась там бутылка. Стеклянная. Не пластиковая, а стекло. Мы все-таки с тобой в элитной тюряге находимся. Ну, а после вскрытия всех коробочек настал долгожданный момент. Просмотр инструкций. Персон, босс, бла-бла-бла-бада, представляют все дела. Луис, корлупа, лызая башка, дай молочка. Кальян. Отлично, давайте показывать, как его делать. Как яйцо поднялось в киноиндустрии, интересно. Кальян. Это ущербный способ употребления табака. Все копы в участке, считая, что он полный отстой. Поэтому он вне закона. Кальян, это такой отстой, что если тебя с ним застукают, ни один коп больше никогда не будет тебя уважать. Шаг первый. Наполни свою дурацкую бутылку водой. Чё это она дурацкая? Нормальная стеклянная бутылка. Ага. Значит, под кран её, да? Не вопрос. А сколько лить-то надо? Наверное, надо полна. Усо, шеф! Слушай, её можно разбить? Упала. И не разбилась. Интересно, у меня такой же кран будет? Ну чё, бутылка, проведём тест-драйв. Хлыбыш! Нифига. А ну-ка ещё разок. Ммм. Да её можно как биту использовать. И дай вот по башке кому-нибудь дать, и всё. Серьёзно вещится. Шаг два. Добавь в свою мешанину табак. Чё это мешанина? Я ещё ничего не разбавлял там. Поэтому можно сказать, что это рудниковая вода. Прямо из-под крана. Отдолбанный табак. Ещё запихать его в эту тырочку надо. Лучше эту процедуру над раковиной проделать. О, пошла. Пошла мешанина. Табачок есть. Походу, надо будет туда всю пачку вбухать. О! Адское зелье! Реально на зелье похоже, смотри. Хе-хе-хе. Выпьешь и гоблином сразу станешь. Так, а теперь это всё дело хорошенько и надо встряхнуть, да? Ну ладно. С этим проблем у меня точно нет. Шаг три. Потряси бутылку своей жалкой ущербной рукой. Чё это меня эта скорлупа бесит? Чё он меня оскорбляет? Ничего, у меня не ущербная рука. Всё нормально у меня с руками. О май гад! Откуда взялся шланг? У меня ж не было никаких приспособ. Чёрт возьми, это магия! На следующее утро ко мне пришёл бро. Он дал мне задание, которое называется «Без вопросов». Нужно было сделать всего лишь одну верёвку. К сожалению, на изготовление верёвок у меня не было средств, поэтому я продавал всё, что у меня было. И покупал тряпки, из которых я мог сделать верёвку. Ночью я начал ставить эксперименты на ткани. Решил что-нибудь начертить на ней, но принтуха не удалась. Поэтому я начал вязать верёвки. Вязалось всё быстро. Я вначале запамятовал, как это всё делать, но быстро вспомнил. Как говорится, руки не забывают. В общем, буквально за час я сделал эту верёвку. И на радостях решил вздремнуть, бросив верёвку на стол. Ничего не предвещало беды. Проснулся я от рёва надзирателя. Отточняю, от тревоги. Копы нашли верёвку на моём столе, которую я, собственно, не спрятал. Поэтому я лишился всего. Ну, естественно, кроме карандаша и четырёх баксов в моём столе. Учитывая, что я на эту верёвку спустил всё, у меня осталось ничего. Восьмой день в тюрьме. Внезапно я вспомнил про своего другана маленького, которого можно продать. Что я, в принципе, и сделал. Денег я за него не выручил, но зато получил табак и листочки. Крутить сигареты по-новой мне чертовски не хотелось. И я пришёл к выводу, что нужно бы продать тогда этот табак. А на вырученные деньги купить тряпок. И, в принципе, мне ровно хватило на них. Ну, не совсем ровно. Мне пришлось ещё продать листочки. В эту же ночь я по-быстренькому скрутил верёвку. И на этот раз решил её спрятать. В ведро верёвка не влезла. Хотя, странно, верёвка и не влезла в ведро. Ну, как так? Пришлось спрятать её в стол. На утро эта верёвка была благополучно отдана. И я получил репутацию с листочками. Да, вместо денег я предпочёл четыре пальца вверх и три листочка. Должно быть что-то важное. Было следующим моим заданием. И всё бы ничего, но для выполнения этого задания нужно было два кальяна и две верёвки. Где ж мне их высрать-то? У меня даже денег нет на тряпки. Не говоря уже о кальяне. Кстати, а сколько стоят ингредиенты для кальяна? Зайдя в магазин, я был очень удивлён. Прям так очень. Ну, бутылка стоила 17 баксов. Кран стоил 20 баксов. На тот момент я проклинал кальянщиков. Пришлось продать свою статуэтку. Получилось за неё, как обычно, табак и три листочка. Как и в прошлый раз, я продал табак. А чё, 8 баксов за пачку табака, нормальненько так, да? Ну и вместе с ним туда же ушла бумага. Короче, за всё про всё я получил 28 баксов. Ну, ты же понимаешь, когда дело доходит до продажи, то включается азарт. Я вспомнил про ведро. Спустя пару дней после моих торгов, я наторговал себе 47 баксов. Пришло время покупать себе кран. Ну и, конечно же, вернуть ведро. Обязательно нужно было прикупить бутылочку, пока она стоила 16 баксов. Подешевело. И, в принципе, на этом всё. Деньги мои закончились. Когда я увидел бутылку в своей камере, я понял, что нужно доставать ведро. Ведь бутылка больше кроме него никуда не влазила. Когда я всё распихал, пришло время открывать коробку. Самое приятное. Там был кран, гигиена, все дела. Единственное, я не знал, куда его пришпановить. В моих условиях кран, во-первых, это оборудование для достижения моих контрабандных целей. А уж потом гигиенические срезы и все дела, и лабуда. Если они мне, конечно, нужны будут, поэтому кран я поставил прямо на рабочем месте. После установки возникли небольшие проблемы. Кран как-то странно себя вёл. Воду буду воровать у соседа, который меня куснул за палец. И так что вода у меня теперь есть. Вдруг мне в голову стреляла мысль. А чё, если попробовать набрать бутылку днём, чтобы ночью не париться? Но мне сказали облом. Воду набирать можно только ночью. Днём типа она в бутылку не лезет. Что ж, когда наступила ночь, пришло время изготовить кальян по инструкции. Я скрестил пальцы, поднёс бутылку к крану. И пошла вода холодная. Бутылка набиралась. Потом настало время табака. Как и ранее, я это всё делал, проделал над раковиной, чтобы не намусорить свои камеры. Снова получил заветное зелье. Пить, конечно, я такое не собирался. Это выглядело очень гадко, ещё и с кусочками травы. Фу-шу-шу-шу. В итоге, осталось только это дело сболтать. И, в принципе, всё. Когда трясёшь с таким макаром бутылку, лучше спиной к решёткам не стоять. А то, мало ли чё, заключённые подумают. Ну и тут я, короче, вообразил, что я бармен. Могу крутить, вертеть бутылку, не ронять, жонглировать. И тут у меня бутылка упала. Хорошо, что она не бьющаяся. А то бы я прокуролесил свои последние бабки. После моих длительных сболтаний я, наконец-то, сделал кальян. И, конечно же, магическим образом появилась трубка. Не знаю, откуда она берётся, но каждый раз она меня удивляет. Кальянчик я затолкал в ведро. Очень переживал, что запалят этот шланг. Но надеялся на лучшее. Вторник. Пятый день осени. Четырнадцатый день в тюрьме. Кальянчик был на месте. Прибежал бро, и я сразу же ему его продал. Один кальян стоит тридцать шесть баксов. Ты прикинь, нормально я так и наварился. Но этого было недостаточно. Ведь неожиданно товары начали дорожать у моего бро. Если раньше я мог купить табак за два бакса, то теперь он стоил три. Бутылка стоила шестнадцать. Теперь семнадцать. В общем, в тюрьме настали тяжёлые времена. Тааахстла. Таальяхстла. 민анчонка. Таальяхстла. Прибежал бро. Повезище. Таальяхстла.